Нужно оценивать разные аспекты, в том числе аспекты безопасности. И, конечно, вопрос беженцев – это очень чувствительный вопрос для нашего общества, для нашей страны, и как для другой, любой страны. Но в то же самое время, конечно, мы должны каждый вопрос рассматривать не только с точки зрения того, как мы будем себя чувствовать здесь, в Латвии, но всё-таки мы должны быть и солидарны с другими странами. Потому что в тех моментах, когда нам нужна помощь от других, мы тоже просим помощи. То же самое по вопросам безопасности мы просим, чтобы натовские силы были более размещены в нашем регионе. По вопросам еврофинансирования мы всегда плачем, что слишком мало Европы дала нам деньги и так далее. А в то же самое время это деньги других государств. Так что всегда должна быть солидарность, во-первых. И, конечно, каждый вопрос нужно рассматривать тоже с такой точки зрения. По вопросам безопасности, конечно, там есть целый ряд рисков. Рисков, и потому, принимая возможное решение о том, сколько мы добровольно были бы готовы разместить в Латвии возможных беженцев, но каждый беженец, он соответствует каким-то критериям. И у нас с законом чётко определено, кто вообще может быть беженцем. Есть определённые критерии. Значит, он должен быть в секторе, где была какая-то война, где угроза жизни, где другие проблемы существуют. Потому что беженцем встать не может каждый, кто просто уехал из какого-то государства. Так что это один вопрос. Во-вторых, каждое заявление беженца, оно рассматривается, в том числе с точки зрения безопасности, и собирается о конкретном человеке информация максимальная, которая есть, доступна в разных службах и так далее. Потому что, конечно, мы не заинтересованы принять позитивное решение по человеку, который, возможно, является работающим в какой-то террористической организации и так далее. Потому что здесь, конечно, есть возможные риски международного терроризма и так далее. Потому что те службы, которые будут рассматривать вопросы безопасно, они, конечно, этот вопрос будут рассматривать. Но в то же самое время всё-таки мы должны быть толерантными по поводу беженцев. Потому что мы, может быть, с этим не сталкиваемся. Но всё-таки, смотря чисто исторически, очень много людей были беженцами, в том числе латыши, русские и другие национальности, в разные исторические моменты. И, конечно, в разные исторические моменты определённые государства помогали нашим беженцам, принимали их, обеспечивали их жильём, жизнью и так далее, жизненным нужным вещам. И потому, всё-таки, тоже, смотря из такой чисто исторической точки зрения, из этой справедливости, мы должны тоже посмотреть хотя бы с такой точки зрения. И, конечно, смотря в будущее, конечно, это зависит тоже, как будет развиваться ситуация, скажем, в восточном регионе. Речь идёт о Украине. Если какие-то эскалации, эскаляция будет продолжаться, ну и, возможно, и какие-то беженцы с Украины появляются в нашем регионе, так как здесь живут родственники и так далее. Да, так что нам нужно смотреть более широко. Но тоже самое время, конечно, брать во внимание определённые критерии, чтобы не ухудшить состояние нашего общества и не ухудшить состояние безопасности в нашем государстве. Вот, кстати, ещё о теме безопасности. Вчера, по-моему, на днях, во всяком случае, Министерство обороны распространило такое сообщение, что надо следить за возможными контактами нашей молодёжи и исламским государством. Вот вы, опять-таки, недавно ещё глава оборонного ведомства. Вот вам известно, что, может быть, уже какие-то контакты были? Ну, таких контактов нет, но то, что некоторые единицы людей всё-таки меняют своё религиозное настроение, становятся более радикальными и, конечно, ищут возможность участвовать, может быть, тоже в каких-то организациях за пределами Ватты, в том числе в государстве ислама, где уже ведутся конкретные боевые действия и так далее. Есть у нас такие единичные случаи, когда кто-то изъявил интерес или даже уехал участвовать. И, конечно, мы должны смотреть в перспективу, чтобы уменьшить такую возможность, что кто-то уезжает. Во-вторых, мы тщательно должны смотреть тех, кто возвращается, потому что эти идеи внести в общество и так далее, радикализировать общество, ну, на этом и живёт всё это движение. И, конечно, это вопрос безопасности Европы в целом, и потому каждое государство должно очень тщательно работать, соответствующие службы должны тщательно работать, чтобы предотвратить возможные риски в ближайшем будущем. И потому юноши, молодые люди всегда более открыты для разных идей, в том числе и, может быть, радикальных идей, потому что не всегда думают о последствиях, и потому очень важно, чтобы всё-таки наша молодёжь и та энергия, которая есть у них, использовалась бы правильней на благо нашего государства. Господин Вейнис, на вас возлагают надежды и общество, и политологи, я должна зовить. Вот, ну, хотя бы одна такая фраза. Карлс Даукш предвидит, каким вы будете президентом, уж простите. Это будет очень разумный симбиоз между Вайрой Витти Фрейбергой и Андрисом Берзиншем. Но, позвольте, вот, продлите эту мысль. Может быть, у вас какие-то, ну, не хотелось бы называть идеалами. Вот, какую задачу господин Вейнис ставит себе как президенту? Кто это будет? Ганди, Угачаваси, я не знаю, Путин, Меркель? Здесь идёт, на кого я хотел бы быть более похожим. Но по политике. Ну, я думаю, что я хочу и буду похож сам на себя. И, конечно, таких, скажем, нет. Потому что, что у каждого политика, и в том числе у помненных Вайрой Витти Фрейберге, Андриса Берзиншем, можно много чего учиться. Вайрой Витти Фрейберге больше работала на внешнюю политику и очень хорошо представляла наше государство за рубежом. Андрис Берзинш, может быть, больше работал, чтобы как-то сплотить жителей Латвии, как возобновить какие-то экономические действия в нашем государстве. Я, в принципе, предвижу то, что я буду где-то посередине между этими двумя направлениями. Потому что, как я говорил в своей инаугурационной речи, что я не буду такой, как внутренней или внешней политики президента. Я буду работать всё-таки и там, и здесь, чтобы представлять наше государство, чтобы наше государство развивалось, чтобы мы были рады и горды, что мы живём в Латвии. — Господин президент, кстати, об вашей инаугурационной речи, ну и, наверное, так к нашему финишу, к нашему разговору, уже на уровне вопросов из народа. Эксперты оценили вашу речь как чёткую, ясную, и это положительная очень оценка. Но с бытовой точки зрения, скажите, пожалуйста, вы полностью составляете свою речь? Или вы даёте тезисы и уже помощники как-то обрабатываете? — Ну, то, что, скажем, стопроцентно речь была моя, нет, это так, нету, потому что над каждой речью, которая такие большие, значительные речи, — Сложные, в первую очередь. — Конечно, и сложные, и работает команда, и я работаю в команде, я даю те направления, в каких я хотел бы, во-первых, речь видеть, и, конечно, суть иногородственной речи была, во-первых, в речи показать то, в каких направлениях я планирую работать, и, второе, что я не только вам и многим другим обещал, что всё-таки я как президент буду следовать тем, чтобы не меняться в таком смысле, что я какой был, чтобы и остался, чтобы не было бы моей речи или какие-то действия очень такими классическими, очень хорошо отработанными и так далее, потому что тогда теряется довольно часто весь смысл того, что ты хочешь сказать. Ты можешь очень красиво сделать предложение, очень, может быть, грамматически правильно, там, очень красивые фразы и так далее. — Подозрительно правильно. — Подозрительно правильно, но в то же самое время, когда ты слышишь, ты не понимаешь, может быть, о чём вообще идёт речь. Я хочу всё-таки сохранить то, что я говорю так, как говорю, и я пробую сказать то, что я думаю, то, что, может быть, нужно делать и так далее, чтобы слушатель, который слушает радио, телевидение или, скажем, на каком-то собрании, всё-таки понял, о чём идёт речь. — Господин Вейниус, как Вы думаете, у Вас будет время на Ваше хобби? Насколько известно, это стихи, и Вы якобы рисуете. — Ну, насчёт рисования, это где-то кто-то придумал, да. — Всё это есть. — Не-не-не, это кто-то, может быть, придумал. — Не, ну, не придумал. Я, конечно, когда-то там я делал какие-то вещи, которые были, можно связать с рисованием. Ну, по поводу стихов, скорее всего, ну, вряд ли, потому что я стихи писал в то время, когда был, как говорится, в своей будущей жене. — Ах, так, романтические всё-таки были стихи, да? — Романтические стихи, да, 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 так что это, скажем так... — Ну, может быть, на эпиграммы перейдутся. — Но в то же самое время, конечно, я в своей работе всегда пробовал и делал то, чтобы найти время для какого-то отдыха, и для меня это хобби, конечно, играть мяч, баскетбол, волейбол, иногда проходиться на велосипеде. Ну, о ныряне это, скорее всего, нет, потому что, что и последние годы не получалось выехать куда-то, чтобы нырять из-за загруженности в работе. Но баскетбол я пробую играть, я две недели назад играл, в эту субботу я в Краслове, буду тоже играть немножко в гетто-геймс в команде, да, так что пробую найти время тоже для немножко таких, чтобы физическую нагрузку тоже иметь. — Скажите, ваши дети говорят по-русски? — И да, и нет. — Владеют ли? — Ну, старший сын говорит без особых проблем, младший понимает, но, может быть, не говорит, так что это по-разному. — Еще один вопрос, сейчас уже с позиции высокого поста. Где вам было в каком кресле уютнее, министра обороны или министра охраны окружающей среды? — Ну, это очень трудно так сравнить. Во-первых, конечно, ты как специалист какой-то отрасли, конечно, с одной стороны, ты очень комфортно чувствуешь себя, потому что ты абсолютно, может быть, все знаешь и легче вроде бы принимать какие-то решения, но в какой-то момент ты становишься довольно уже пустым, что уже нечего уже принять, потому что вроде бы уже кажется, что то сделано, то сделано, то сделано. На посту министра обороны, которой для меня была новая отрасль, конечно, во-первых, самому нужно было очень много всему учиться, чтобы принимать правильные решения, обоснованные решения, и, конечно, это давало самому стимул все время быть бодрым, готовым к всему. И теперь на посту президента то же самое, потому что теперь уже ты должен смотреть на многие вопросы шире, и, конечно, ты должен знать о культуре, об образовании, экономике и так далее. Окей, ты не можешь абсолютно все знать, потому есть команда советников, которая помогает лучше ориентироваться в разных вопросах, и потому очень нужна крепкая, надежная команда. Но в то же самое время ты и сам должен хорошо понимать, потому что нужно встречаться с людьми, нужно встречаться с разными организациями, нужно с медиами говорить, и, конечно, это все нужно не только подготавливаться, и самому должно быть мнение по разным вопросам. Ну что ж, спасибо и за наше общение со средствами массовой информации, и еще раз поздравляем вас с новой ответственной должностью. Успехов! Спасибо, и будем сотрудничать. Да, спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»